МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире специальный выпуск новостей. В студии Андрей Лобанов. Коротко о главном. С днём города Люберцы поздравил губернатор Московской области. Я рада, что мой труд оценен был. Я старалась работать и жить для людей. На главной праздничной площадке отметили почётными званиями граждан округа. Дорогие друзья, ребята, присутствующие, все, кто сегодня принимает участие в таком массовом флешмобе. В подарок любимому городу люберчане устроили праздничный флешмоб. А теперь подробнее об этих и других новостях. Поздравление губернатора Московской области Андрея Воробьёва с днём города Люберцы. Хочу поздравить всех с праздником. В следующем году будет 400 лет. Но и за год до этого мы можем смело говорить про силу, энергию, темп, упорный труд тех, кто живёт в этом прекрасном городе. Хочу поблагодарить каждого, кто работает на предприятиях, важных направлениях образования, здравии, а также тем, кто строит свой бизнес, создаёт рабочие места. Вы все делаете свой город сильным и помогаете ему меняться к лучшему. Наша задача – хорошо подготовиться, вовремя запустить важные и долгожданные проекты. Сейчас мы строим шесть новых школ и пять детских садов для наших детей. Большое внимание уделяем благоустройству округа. Преобразились Наташинские пруды, Малаховское озеро и другие парки и общественные пространства. Люберцы рядом с Москвой, а значит, всё, что связано с транспортом, должно быть быстрым, удобным, комфортным. Поэтому в городе реализуются большие инфраструктурные проекты. По президентской программе идёт реконструкция М-5 «Урал». Мы приступили к строительству Южно-Лыдкаринской дороги. Из Люберец будет удобно выехать на Новорязанское, Каширское и Варшавское шоссе. Сократится путь в аэропорты Домодедово и Жуковск. А также планируем построить дублёр Егорьевского шоссе, чтобы разгрузить эту устаревшую магистраль. Обязательно будем следить за сроками, чтобы сдать эти объекты как можно раньше. Впереди ещё больше перемен, пусть все они будут добрыми. Желаю каждой семье счастья, благополучия и добра. Люберцы только вперёд! Праздник, который ждут жители всего города. Люберцам исполнилось 399 лет. Главной локацией, где прошли массовые гуляния, стала площадь перед зданием администрации. На большой сцене выступили лучшие артисты округа. Не обошлась торжественная часть и без присвоения почётных званий. Наша съёмочная группа не упустила ни одной детали. Люберцы празднуют 399-й день рождения. Сегодня дан обратный отчёт до знаменательной даты. В сентябре 2023-го городу исполнится 400 лет. Подготовка к масштабному празднованию начинается уже сейчас. Сегодня городской округ Люберцы – это 380 тысяч жителей, 7 тысяч предприятий, 53 образовательных учреждения и 85 организаций в сфере культуры и спорта. С каждым днём город становится лучше, современнее и комфортнее. Люберцы – наш любимый город! Люберцы – мы вас любим! С днём рождения, Люберцы! Слова любви к родному городу звучали и со сцены. В этот день все песни посвящены Люберцам и жителям, которые помогают сделать округ лучше. У нас огромная история. И в следующем году нас ждёт 400-летие. Желаю каждому здоровья, благополучия, движения вперёд, чтобы все самые амфициозные личные планы были реализованы. Ну а нашему городу развитие, процветание и благополучие. Всем здоровья, счастья и мирного неба! Одной из главных составляющих праздника – вручение заслуженных наград. Звание почётный гражданин городского округа Люберцы присвоили Сергею Антонову и Ирине Назаревой. Два десятилетия Сергей Николаевич посвятил системе военно-промышленного комплекса. Долгие годы работал в Люберецком городском жилищном тресте, был главным инженером. Пять лет назад возглавил совет депутатов городского округа Люберцы. Ирина Геннадьевна больше 16 лет занимала должность первого заместителя главы Люберецкой администрации. Под её руководством разработана и успешно внедрена муниципальная программа образования. Я рада, что мой труд оценен был. И я старалась работать и жить для людей. Для того, чтобы дети ходили в школы, в детские сады, и чтобы в поликлиниках всё было. Я рада, что люди это отценили. Спасибо большое. Изюминка празднования Дня города – вертолётное шоу. Командир воздушного судна – заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации Владимир Кутанин. Более 12 летимых вертолётов. Имеет общий налёт более 6500 часов. Празднование Дня города не только на основной сцене, но и за её пределами. На территории перед музейно-выставочным комплексом традиционный Люберецкий вернисаж, мастер-классы по изготовлению кукол и старинные русские забавы. Есть несколько названий. Поймай шарик или бельбаке. Очень старая игра. Русско-народная игра. Можно поймать большую чашу, маленькую и усложнять. Это, конечно, совсем уже более сложная игра. Здесь можно на разную платформу ловить и, конечно, поймать самую сложную игру. Но это модификация бельбаке, которую играли ещё в 19 веке. Любители экстрима чуть дальше на новой скейт-площадке. Погода в самый раз – покататься на роликах, велосипедах и самокатах. Люберцы – территория спорта. В округе действует более 50 спортивных федераций и две школы Олимпийского резерва. Открыты семь стадионов, где регулярно проходят соревнования, в которых участвуют спортсмены со всей России. На празднике жители округа увидели мастер-классы от баскетболистов, ехтовальщиков, боксёров, теннисистов и гимнастов. Я люблю футбол, я люблю Люберцы. С днём рождения, город! Восточное единоборство в округе тоже популярны. Например, Киокусинкай занимаются более 600 люберчан разных возрастов. Один из них – Виталий Вартанов. Единоборствами Виталий увлёкся три десятилетия назад. Для него это не просто любимый вид спорта, но и образ жизни. Все мы росли на фильмах про Ван Дамбов, про Брюс Ли, про всех остальных. Очень хотелось заниматься. Открылась секция рядом со мной в моей школе, в 45-й, в которой я учился, сейчас ныне Кадетская. И всё, и с тех пор – это мой родной город. Я очень люблю, я очень патриотичен и предан этому городу. Любимый город, поздравляю с праздником! Всем хорошего настроения, удачи и здоровья! Луиса Эйгия Зарян, Богдан Колесников, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В честь Дня города проходят концерты, спортивные мероприятия, творческие встречи и масштабные акции. Одним из ключевых событий стал яркий флешмоб на стадионе «Торпедо». В нём приняли участие школьники городского округа. Как они поздравили родной город с днём рождения, расскажет Луиза Эйгия Зарян. Более 4 тысяч человек. Такого количества людей на стадионе «Торпедо» ещё не было. Это последнее массовое мероприятие перед предстоящей реконструкцией спортивного объекта. И первое по своей массовости за всю историю Люберец. Дорогие друзья, ребята, присутствующие, все, кто сегодня принимает участие в таком массовом флешмобе, огромное спасибо за то, что вы пришли сегодня сюда, за то, что вы сделаете. Это такой подарок, подарок для всех жителей городского округа. Участники флешмоба – воспитанники спортивных и общеобразовательных школ. Всего более 30 учреждений. На основном поле стадиона уже вычерчено слово «Люберцы». Задача ребят – заполнить границы каждой буквы. Поздравляю Люберца с днём рождения, желаемому долголетия, богатств и деревьев. Чтобы дальше усовершенствоваться город в лучшую сторону. Я хочу пожелать городу процветания и чтобы он живет долго и счастливо. Много парков, чтобы природа была такая чистенькая, никто не мусорил. Люберцы – это дом, это хороший город. Результатом флешмоба стала яркая надпись на поле стадиона. Это уже четвертая подобная акция, проводимая в городском округе. По своей массовости она побила рекорд не только в Люберцах, но и в Московской области. Таким образом, жители муниципалитета запустили обратный отчет до 400-летнего юбилея города, который состоится в сентябре следующего года. Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив, говорил Ремарк. Сегодня самые теплые слова люберцам звучат от самих гаража. Что значит для них этот город и за что его любят? Это семья, дом, спокойствие, продвижение. Это наш родной город, это наша жизнь. Мы любим свой город. Нравится мне город сейчас, цветущий, хороший город. Любимый город, в котором я родился. Это мой родной город, родной город моей мамы, моей бабушки. Это мой дом. Люберцы, с днем рождения! Всем здоровья, всем радости, всем счастливых и радостных впечатлений. Всего-всего-всего. Всех люблю. Мирного неба над головой, счастья, в первую очередь здоровья, успеха в будущем и семейного благополучия, ведь семья – это главное. Люберцы, от слова «любовь». Люберцы, с днем города! Ура! А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте. С днем рождения, Люберцы! И до свидания! С днем рождения! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днем рождения!